Первым египетским городом, где началось наше приключение, стал Каир. Он встретил нас с жарким африканским зноем. В первый же день организаторы подготовили несколько испытаний – пресс-конференция и выход в национальных костюмах. На пресс-конференцию была приглашена вся египетская пресса. Со стороны российского телевидения специально приглашенным гостем стал телеканал «Афонтово». Этот конкурс вызвал большой интерес у СМИ, потому что направлен он на популяризацию туризма в Египте. А как известно, после недавних событий туристический поток в эту страну заметно сократился. Это хороший проект и отличный шанс показать всему миру, что египетское правительство делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность для туристов и с помощью этого прекрасного проекта восстановить позитивный имидж страны. Много вопросов ко мне было связано совсем не с конкурсом, а именно с тем, как в нашей стране отнеслись к прекращению авиасообщений между Россией и Египтом. После тяжелых расспросов журналистов хотелось просто прийти в номер и лечь спать. Но нет, вечером нас ждало одно из самых ярких шоу – выход в национальных костюмах. Этот этап мой самый любимый, потому что именно здесь можно увидеть весь скалорит, всю красоту страны. Пойдемте посмотрим за кулисами. Я представляю Египет. Как и египетские принцессы Нефертити и Клеопатра, у меня есть кипитер, корона и красивое платье. Каждая девушка подготовила для зрителей костюм, который в полной мере мог показать красоту и колоритность своей страны. Национальный костюм будет оцениваться по нескольким критериям. Первое – это красота и аутентичность самого костюма. И, наверное, самое важное – это подача. Как участница ведет себя на сцене и обыгрывает костюм. За сценой тем временем творился полный хаос. Перья, стразы, подолы. Победительницей в этом этапе стала девушка из Индонезии. Жюри посчитала ее костюм самым лучшим. И, правда, она достойна победы. Итак, первый этап позади. Впереди нас ждет Хургада и Лазурное Красное море. Официальный представитель Мисс Экология Вселенной в России – Академия Международных Конкурсов Красоты. Продолжение следует...